Всем привет, меня зовут Артур Шарифов, и вы думали когда-нибудь о том, как выглядит четырехмерное пространство? Пытались его представить? Мы привыкли думать, что живем в трехмерном мире. И в каком-то смысле это действительно так. Ну, вот вопрос. Что делает наше трехмерное пространство именно трехмерным? Давайте попробуем в этом разобраться. Геометрическая модель того мира, в котором мы с вами живем, это трехмерное пространство. Любую точку нашего пространства можно описать, используя всего три координаты. Пройди один метр вперед, сделай два шага направо и подпрыгни на 20 сантиметров. Вот она, вот эта точка. Формально говорят, что наше пространство описано тремя базисными ортогональными векторами. В нашем случае это длина, ширина и высота. Три слова, три координаты, три измерения. И, конечно же, мы видим наш мир трехмерным. А вот это ложь. Посмотрите на меня. Я ведь трехмерный, верно? Тем не менее, вы не видите того, что находится у меня прямо за спиной. Вон там. Все потому, что то, что вы сейчас видите, это всего лишь проекция настоящего трехмерного мира, на двумерный экран вашего монитора. Вы получаете всего лишь двумерную картинку. Более того, зрительная система человека устроена таким образом, что в каждый момент времени вы видите всего лишь двумерную, плоскую картинку мира. И речь сейчас идет не о бинокулярном зрении. Даже несмотря на то, что у нас два глаза, наш мозг все равно в каждый момент времени интерпретирует картинки, которые он получает, как двумерную проекцию трехмерного мира. Чтобы это осознать, попробуйте сделать вот такой жест и посмотреть в какую-нибудь точку некоторое время. Это же обыкновенная двумерная картинка, верно? Мы с вами не обладаем трехмерным зрением, хотя и живем в трехмерном мире. И это создает ряд трудностей. Ну вот, например, было ли у вас когда-нибудь такое, что, собираясь на работу или на учебу, вы поняли, что забыли ключи? Вы не хотите обутым заходить в комнату. Поэтому пытайтесь взглядом пройтись по всей комнате, чтобы увидеть, где лежат ключи. Вы точно знаете, что ключи в комнате. Тем не менее, вы их не видите. Вопрос. Почему? Потому что вполне может случиться так, что они спрятаны за каким-то другим предметом. Если бы мы обладали трехмерным зрением, мы могли бы видеть любой предмет, который находится у нас в поле зрения. Окей, двумерные, плоские проекции. Но каким же образом у нас получается видеть в обычных плоских картинках настоящие 3D-объекты? Прикол в том, что не всегда получается. Покажу я вам обычный трехмерный кубик с нужной стороны, вы непременно увидите в нем квадрат. И будете думать, что это квадрат. Ну, как только я начну его вращать, вы сразу же вскрикнете. Э, это куб! Э, это куб! Я это знал! Знал, вот. Еще более интересная история с цилиндром. В зависимости от того, с какой стороны его показать, можно увидеть либо квадрат, либо даже круг. Проще всего нам дается интерпретировать двумерные проекции, как трехмерные картинки, когда они находятся в динамике. Окей, мы можем мозгами вообразить в себе трехмерное пространство. Но ведь тот факт, что мы не можем в нашем мире ощутить более чем 3 измерения, вовсе не отменяет того факта, что 4 измерение вполне может где-то существовать. И уж точно не отменяет того факта, что мы можем взять и попытаться себе его представить. Итак, как выглядели бы объекты, если бы они находились в четырехмерном пространстве и были бы четырехмерными? Для этого давайте попробуем построить четырехмерный куб. За тот факт, что мы можем это сделать, и у нас даже есть алгоритм для такого построения, скажем спасибо Леонарду Эйлеру, основателю теории графов. Граф – это набор вершин, которые могут быть соединены ребрами. Ребро – это пара вершин. Например, мы имеем вершины V1, V2 и V3. Имеем ребра из V1, V2 и из V2, V3. У нас получился граф. А то, что вы видите, это есть геометрический способ изображения графа. Он вполне может существовать и без визуальной сопровождающей. Но мы же строим кубик, значит нас с вами интересует именно геометрия. Дело в том, что вот этот граф мы могли бы изобразить вообще как угодно. Если мы будем видеть три вершины и два соответствующих ребра, это будет тот же самый граф. Не важно, как мы его нарисуем. Важно, что это будет тот же самый объект. Именно этим мы сейчас и воспользуемся. Давайте для начала попробуем понять, как же получился трехмерный куб. На самом деле трехмерный куб получился из двумерных кубов. Двумерный куб – это квадратик. А квадратик, в свою очередь, получился из одномерных кубов. Тогда можно предположить, что одномерный кубик получился из нульмерных кубиков. Поэтому давайте начнем с самых низов. Что такое нульмерный куб? Это какая-то фигура в нульмерном пространстве. В этом пространстве нет измерений, а значит в нем ничего существовать не может. Тем не менее, есть такая вещь, как материальная точка. Материальная точка не имеет размеров, не имеет формы. И она может существовать вообще где угодно. Для ее существования не нужно никакого пространства. Нульмерного пространства вполне будет достаточно. Материальная точка – это и есть нульмерный куб. Единственная возможная фигура в нульмерном пространстве. В нашем случае точка – это будет вершина графа. Изобразим ее вот таким образом, чтобы картинка была более наглядная. Затем скопируем эту точку и разместим рядом. Не важно, насколько далеко она находится. Это граф. Для графа не важны масштабы, не важны расстояния. Важно лишь то, что это точка и что где-то она есть. Теперь соединим эти две точки ребром. Имеем граф с двумя вершинами и ребром, который их соединяет. То, что у нас получилось, это одномерный куб. Ну или отрезок. Давайте теперь проделаем то же самое, только для получившегося графа. Копируем одномерный куб и затем соединяем вершины с их копиями. Левая верхняя вершина получилась копированием левой нижней. Соединяем их. То же самое проделываем для правых вершин. Получился двумерный куб. Ну или то, что мы называем квадратом. Опять же, соотношение сторон, масштабы сейчас не имеют никакого значения. Мы всегда можем это объяснить таким выбором системы отчета. Нетрудно догадаться, что теперь мы просто скопируем эту картинку и соединим соответствующие вершины. То, что мы получим, это будет трехмерный кубик. Это можно наглядно увидеть, если убрать обозначение вершин. Дело осталось за малым. Получается, что для того, чтобы нарисовать четырехмерный гиперкуб, нам нужно всего лишь скопировать наш кубик и поставить его рядом. Ну а затем, конечно же, соединить соответствующие вершины. Мы получим обычный, если, конечно, так можно сказать, четырехмерный гиперкубик. Это не сам кубик, это его проекция. Конечно, мы не можем увидеть весь четырехмерный куб таким, какой он есть. Но ведь если задуматься, то мы и трехмерный кубик, трехмерный-то никогда и не видели. Мы видели только его проекцию с какой-то стороны. Но понять, как его можно представить четырехмерным, будет достаточно сложно. А вот помните, что я говорил про трехмерный куб? Будет сложно понять, что это трехмерный куб, если мы не начнем его вращать. Так давайте же попробуем каким-то образом этот кубик повращать. Хотя, такую картинку, конечно, вращать будет немножко проблематично. Давайте сделаем вот что. Откатимся на пару шагов назад, когда мы имели двумерный кубик. Квадратик, у нас есть квадрат. Мы его копируем не так, а немного иначе. Я уже говорил, что масштабы и соотношение сторон, все это прочее, не имеет никакого значения. Так давайте же разместим эту копию вот таким образом. И соединим соответствующие вершины. Соответствующие вершины соединять это обязательно. Вот что мы получили. Это тот же самый куб, только если смотреть на него сверху. Это немного другая проекция все того же куба. Такую картинку мы получили благодаря тому, что один квадрат вложили в другой. Так что если мы возьмем трехмерный куб и внутрь него поместим еще один маленький трехмерный куб и соединим соответствующие вершины? В это трудно поверить, но это тот же самый кубик, только с другой стороны. Мы как бы сейчас смотрим на тот же самый кубик, только с другой точки. Настолько большие различия, настолько все сложно в четырехмерном пространстве, насколько же умным нужно быть четырехмерному человеку, чтобы во всем этом не потеряться. Но это еще не самое интересное. Самое интересное начнется, когда мы начнем его реально вращать. Трехмерные объекты мы всегда вращаем вокруг какой-то оси. И при этом в каждый момент времени видим, как этот трехмерный объект пересекает вот нашу с вами плоскую картинку мира. Ту картинку мира, которую мы видим. То есть мы видим, как трехмерный объект пересекает плоскость. Именно это пересечение и видит наш глаз. Так вот, в четырехмерном случае мы, если будем вращать как-то вот вращать четырехмерный куб, то мы сначала будем получать его пересечение с нашим уже не двумерным, а трехмерным пространством, а затем уже будем наблюдать за этим нашими двумерными глазами. И даже несмотря на то, что там столько условностей и ограничений, зрелище просто невероятно завораживающее. Мы видим всего лишь малую часть, но сейчас мы видим, как четырехмерный гиперкуб пересекает наше трехмерное пространство. Вращается он вокруг какой-то оси, и именно таким образом мы наблюдаем его трехмерную проекцию. Это проекция реально вращающегося четырехмерного куба. Теперь ты видел все. Кстати говоря, в науке четырехмерный гиперкуб называется тессеракт. И если с мыслью о том, что тессеракт это четырехмерный куб, пересмотреть мстителей, то и фильм будет смотреться совершенно по-другому. Очень жаль, что создатели этой фишкой не воспользовались. Эта анимация очень четко показывает, что на самом деле все грани гиперкуба это правильные четырехугольники. Мы можем в какой-то момент времени видеть в них что-то другое. Но это только из-за того, что мы смотрим на них не с той точки. Даже смотря на трехмерный куб, мы ведь не всегда видим в его гранях квадраты, потому что смотрим на него под каким-то углом. Если призадуматься, то можно предположить, что наш трехмерный мир это на самом деле трехмерная проекция четырехмерного пространства. По аналогии с гиперкубом. Теперь представьте себе, что было бы, если бы наш четырехмерный мир вращался. Как бы мы это воспринимали? Когда мы смотрим на вращение четырехмерного куба, мы ведь воспринимаем это не как вращение, а как деформацию. Таким образом, если бы наш четырехмерный мир вращался, то мы, трехмерные его жители, воспринимали бы это как некую деформацию всего вокруг. А чтобы было проще, давайте представим себе, что мы были бы двумерными существами и не могли бы воспринимать третье измерение. Мы жили бы в плоскости. Тогда для вас обыкновенный поворот в трехмерном пространстве был бы похож на деформацию всего окружающего. Ведь будучи двумерными, мы не можем видеть третью координату. А значит, и изменения по этой невидимой трехмерной координате происходила для нас бы не совсем обычно, а вполне себе необычно и, я бы даже сказал, пугающе. С другой стороны, если бы мы могли овладеть техникой поворота четвертого измерения, то мы могли бы, например, используя четвертое измерение, проходить через стены. Главное, потом все вернуть на свои места. Вообразить себе четырехмерное пространство вроде бы нетрудно. Математики этим занимаются, и они занимаются изучением не просто четырехмерных, пятимерных или двадцатимерных пространств, а вовсе бесконечно мерных. Представьте себе, бесконечное количество измерений. Я себя пересилил, и посидев немного, я сумел нарисовать пятимерный куб. Скажу честно, получилось не сразу. Но именно так выглядит его проекция. Но уже даже в этом визуально очень трудно разобраться. Хотя, если мы занимаемся изучением бесконечно мерных пространств, то можно предположить, что для нашего человеческого воображения и вовсе нет границ. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте под ним большой палец вверх. И чем быстрее это видео соберет большое количество пальцев вверх, тем быстрее выйдет новый выпуск моей передачи. И, конечно, если вам понравилось, и вы не подписаны на канал Кверти, то обязательно подписывайтесь. У нас выходят другие интересные передачи, и вы точно не пропустите наше будущее видео. Подписывайтесь, ставьте лайк. Увидимся на следующем видеоролике. Спасибо за просмотр.